Дорогие друзья, приветствую вас с Божьей помощью и с Его благословением мы идем дальше, живы-здоровы, и продолжаем изучать Его Слово, вечное Слово, которое Он оставил нам. И мы сейчас продолжаем изучать книгу Левит в 16 главе, находимся сегодня. Сегодня мы начинаем изучать чрезвычайно важный и ценный текст для служения и духовного состояния тех, кто будет отождествлять себя с образом Аарона. На самом деле этот образ был и у Сына Божьего, и тот, который одевается в образ Сына Божьего, естественно, он соответствует тому образу, который описан про Аарона. Итак, вот первый стих 16 главы. «И говорил Иегову Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив пред лица Яхве, умерли». В случае смерти этих двух сыновей Аарона описан в 10 главе. «Надав Авиуд и Авиуд, умерли пред Господом Иеговы, когда пронесли чуждый огонь». «Что за чуждый огонь?» «Что это за огонь?» «Что за чуждый огонь?» «Мы изучили несколько месяцев назад, да, намного раньше, и при желании вы можете найти данное изучение». «Но вкратце, чуждый огонь, который принесли два сына Аарона, был или были их молитвы перед Господом Иеговой, прося о вещах, противоречащих Духу Господню». «Снова вкратце, священники призваны благословлять народ по примеру Господа, который призвал их к своему служению, а не молиться в форме проклятия или просить о чем-то плохом для народа. Также священники не должны жаловаться на поступки, грехи, беззаконие и бунта народа, а должны нести грехи народа и совершать их искупление, если вы понимаете уже, что означает слово «искупление». Вот некоторые тексты, в которых мы видим, как молились святые и помазанные Господу, связанные именно с этим чуждым огнем. То есть вот картина, которая должна быть, если картина не соответствует тому, что мы сейчас прочитаем, это означает, что этот верующий, он может принести чуждый огонь перед Богом. 53 глава, 12 стих. «Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих из-за преступников, и здесь слово «мятежники», сделался ходатаем». И, естественно, мы понимаем, что этот как бы относится к тому служению, которое мы понимаем и читаем по отношению к Господу Христу. Однако данная картина относится и к тем, которые одеваются в этот образ, в образ Сына Божьего. Псалм, 68-й Псалм. «Ибо ради тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лицо мое». То есть он принимает на себя то незаслуженно со стороны, ну это в этом контексте, естественно, со стороны своих братьев. «Чужим стал я для братьев моих, и посторонен для сынов матери моей. Ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословие злословящих тебя падают на меня. Бога невозможно злословить за исключение, ну как, можно, но апостол имеет, Псалмис имеет в виду, те, которые говорят плохо о законе, о истине закона Божьего. «И плачу, постясь душой моей, и это ставит мне в поношение». «И возлагаю на себя вместо одежды в ретище, и делаю для них притчию, а мне толкую сидящую ворот, и поют в песнях пьющее вино». Матфея Господь Иисус сказал следующим образом именно о состоянии того, который одевается в этот образ, образ сына, а в роли первосвященника, как Аарона, о тех верующих, которые и они одевают себя в этот облик. Господь говорит, «А я говорю вам, любите врагов ваших». То есть, когда ты любишь врагов, ты не будешь молиться, как проклятие о них. «Благословляйте тех, которые проклинают, но не проклинаете их. Благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас. Добудьте сынами Отца вашего небесного». И вот, в принципе, очень кратко суммируя то, что мы читаем в заповеди, Якова 4.11, продолжение той же идеи. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закон, но судяй, потому и получишь, как следствие, суд над собою». Потому и Яков подчеркивает, и обращает огромное внимание, и он говорит, отношение к другим. Как данный подход, молитва, какая должна быть. Мы уже читали, и вот еще один стих, связанный с этим. «Не жалуйтесь, и слово на греческом здесь не стенать, братья друг на друга, чтобы не быть осужденными». Понимаете, тогда, когда мы жалуемся перед Богом на братьев своих, на других, это означает вызывать на себя осуждение. Вот судя стоит у дверей. «В пример злострадания и долготерпения. Возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господнем. Они не судили народ, они не проклинали народ, они не говорили плохо, они молились для блага народа». Итак, так что, как следствие, или как, да, исходя из того, что мы только что прочитали, следующая заповедь связана с духовным состоянием Аарона, когда он предстает перед Господом, ну, так, чтобы он не умер. Другими словами, даже для Аарона существует большая опасность смерти, если он предстанет перед Господом и Яковой в духовном состоянии, который противоречит характеру Господа. Второй стих. «И сказал Якову Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище, за завесу перед крышку, что на ковчуге, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке». Это вечное предупреждение даже для тех, кто будет помазан и подтвержден Господом Яковой, как Аарон. «Даже им может грозить смерть, поэтому Господь Якова дает нам эту заповедь и этот закон, чтобы показать нам состояние, которое соответствует его воле». Тех, кто будет первосвященниками перед Богом и перед народом, должны характеризовать, да, через свой облик полностью, Господа Якова в характере, в поведении, в чувствах и во всех своих действиях. Они должны предстать перед Господом, но так, чтобы не умереть. «Аарон – брат Моисея, как подчеркивает Господь». И эти отношения также являются духовной истиной, и, думаю, что вы хоть немного, но понимаете суть этой истины. «Господь повелевает Аарону, то есть тем, кто отождествляет себя с Аароном, не входить во святилище в любое время или в любом состоянии». На иврите «святилище», как переведено на русском, – это два слова «святость» и «дом» в этом стихе, потому что в следующем по-другому чуть. Другими словами, Аарон не может предстать перед Богом во всякое время и в любом состоянии. Теперь «святое место» или «святилище», как переведено, – это не место, а чистая истина о Царстве Божьем или о тайнах Царства Божьего. Завеса, отделяющая это место от скини, от святой святых, означает отсутствие понимания тайн Царства Божьего, потому что оно связано с телом Христовым, с плотью, так сказать, мясом. Эта завеса снимается в духовном смысле, когда праведник наделен присутствием Святого Духа, потому что только таким образом он может понять эту плоть, данное мясо. Но с присутствием Духа Божьего только начинается открытие и понимание тайн Царства Божьего. Аарон должен войти в святое святых. Другими словами, он должен предстать перед Богом, чтобы открыть истину Слова Божьего и тайн Царства Божьего. Но Господь говорит, что Аарон не во всякое время и не в любом состоянии может предстать перед Господом, потому что он может умереть. Ковчег, некоторые детали только связаны с этим местом, со всеми элементами в нем является изображением как бы нового завета в верующих, которые вошли в этот Новый Завет. Новый Завет предполагает, что законы и заповеди Господа написаны в сердце и разуме верующего. И вот только сейчас некоторые стихи, потом вернемся к тому, что сказал апостол Павел в 10 главе к Евреям. 16-17 стих только сейчас. Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца, их и в мыслях их напишу их. И добавляет, и грехов их, и беззаконие их не вспомяну более. В ковчеге находятся каменные скрижали, скрижали завета, на которые были написаны 10 заповедей. Верующий, рожденный от Духа Божьего, преобразовывает себя сердцем и разумом, чтобы законы и заповеди Господни были написаны в его сердце и в его разуме. Своего рода они как бы становятся этим ковчегом, в котором находится скрижали завета. Но на этот раз законы Господни написаны по-новому, не как тень будущих благ, как начинает апостол Павел в 10 главе в начале главы, а как открытая истина вечная и духовная. Поскольку верующий не может проникнуть во всю духовную сущность этих вещей Божьих, духовных вещей Божьих, Господь открывает себя в облаке. Что означает облако? Облако описывает ограниченное понимание значения, а и смысла славы Божьей и его истины. Вот один очень интересное место. К сожалению, слова также переведены, как обычно, но вот как звучит. И оно очень-очень-очень интересное место, которое цитирует, да, или которое говорит псалмист Давид. И Егова царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова. И теперь облако и мрак окружает его. То есть Господь Егова как бы облачен, окружен облакой и мраком. Ну, следующие два стиха, посмотрите. Праведность и мишмат, совсем не так, как на русском, да и не только на русском. Основание престола его. То есть, понимаете, с этого стиха очень легко даже можно увидеть, что является престолом, что является основанием престола. В принципе. К сожалению, у нас есть, что есть, но праведность и мишпат, основание престола его. Но Господь Егова окружен облаком и мраком. То есть, он раскрывает себя ограниченно, как в тумане мы видим вначале, как в облаке. Другими словами, потому и апостолы об этом мы находим и у них, говорящим об этом. Другими словами, даже Аарон не может открыть всю Божью истину сразу. Но для этого требуется процесс и время, естественно. Вот что пишет апостол Павел далее, имеющим участь Духа Божьего, то есть имеющим доступ, доступ святой и святых. Или те, у которых начинается открываться доступ святой и святых. 19-27 стихи. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище, и вот это и есть то место, посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым. Теперь, апостол Павел говорит духовным языком и духовные вещи. Он не говорит в плотском смысле, да, это не о плотской крови. Кровь – символ жизни и смерти. В данном случае кровь, о которой, говорит апостол Павел, это истина, дающая нам жизнь. Детали об этом, я думаю, что вы можете понять и сами. Следующий стих. Который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. И, естественно, не о плоти физической Христа, а о том мясе, так сказать, в духовном смысле, духовном учении, которое мы можем есть, так сказать, эту плоть. И имея великого священника над Домом Божьим. Итак, тело, плоть, мясо, то есть смысл духовной истины, понимаете? Потому вход в святой и святых совершается новым путем, то есть через духовный и вечный смысл истины закона, который открыл нам и Христос. Но это возможно только если есть присутствие Духа Божия, потому что этот смысл невозможно понять плоским языком. Первосвященник по образу Аарона, образ, который был и в Господа Христа, это истина Слова Божьего, воплощенная в тех праведниках, которые удостоились этой чести. Но и они, да, первосвященник, да, но и они не могут приблизиться к этой духовной и вечной истине в любом состоянии и в любое время. И вот как описывает апостол Павел, и потом вернемся к заповеди. Как должны приближаться к истине закона праведники, а имеющие участь Духа Божия? Да, приступаем. Понимаете, Павел говорит верующим, которые имеют доступ, или у которых открыт доступ благодаря тому, что они имеют участь, или, да, залог Духа Святого. И они имеют этот доступ, или начали иметь этот доступ. Все выражения, они являются правильными. Итак, да, приступаем с искренним сердцем, с полной верой, украплением, очистив сердца от порочной совести. Я, мы в тело водой чисты. Я думаю, что вы хорошо слышите, что все подробности, которые апостол описывает, это, в принципе, цитаты из закона. И большая их часть мы находим именно и здесь, и в 16 главе. Ну, не только, конечно. Далее. Далее. Будем держаться исповедания, упования, неуклона, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга и тем более, чем более усматриваем приближение дня онного. Ибо если мы, получив, и теперь, понимаете, Павел говорит тем, у кого есть доступ, или тем, у которых открыт доступ святой святых. Иоанн говорит, ибо если мы, получив познание, то есть иметь доступ туда, произвольно грешим, то не остаются более жертвы за грех. Ну, некое страшное ожидание суда, ярость огня готова пожрать противников. Понимаете, в законе это предупреждение написано так, чтобы Арон не умер, когда праведник, имеющий участь Духа Божьего, удаляется, как следствие чего-то, да, Господь удаляет его от своего лица, пути назад для него больше нет. И апостол Павел хорошо понимал эту истину, потому и говорит с таким большим акцентом. Лучше не иметь Духа Божьего и лучше не понимать истину, не открывать истину, чем, как следствие понимания, восстать против истинного закона. Третий стих. Вот как должен входить Арон в святость. И вот здесь уже не святилище, а именно слово «кодеш», чисто в переводе означает «святость». С тельцом в жертву за грех и совном во всесожжение. Итак, вход в святость осуществляется посредством Духа Божьего, который открывает праведнику, в данном случае Арону, духовную и вечную истину закона. Но войти в святость очень опасно, если не имеешь образа, описанный Господом. То есть, если ты не живешь этим образом. Истину из этой заповеди, ту картину, которую описывает апостол Павел в 10 главе, естественно, он берет именно из этой главы. Прежде всего, те, кто имеет образ Аарона, должны отождествлять себя с тельцом, как жертву за грех и совном, как всесожжение. Опять же, деталей мы много говорили, что такое телец и что такое овен, потому очень кратко. Молитва покаяния верующих или верующего, имеющего Духа Божьего, отличается от молитвы праведника, не имеющего Духа Божьего. Молитва служителей помазанных Божьих, имеющих образ тельцадом, не только о себе, но и о грехе, беззаконии и непокорности народа. Также верующий, имеющий Дух Божий и желающий открыть истину, должен отождествлять себя со вном, как всесожжение. Овен, насколько мы уже хорошо знаем, символизирует вождя в народе, а священник есть, глава в народе, вождь в народе, даже если местами он и не призван, так как написано это и в пророке. Когда он приближается к Богу, он должен приближаться как человек, полностью посвященный служению Богу и народу. И я думаю, что вы прекрасно понимаете, что Телеций Баран или Овен описывает служителя как священника. Вот что Господь повелевает дальше. Четвертый стих. Что должен иметь Аарон? Священный льняной хитон должен надевать он. Нижнее платье льняное добудет на тело его. И льняным поясом пусть опоясывается. И льняной хидар надевает на себя. Это священные одежды, и пусть омывает он тело своей водой и надевает их. То есть после того, как омывает тело своей водой, пусть надевает эту одежду. Все эти детали мы изучали, когда изучали 9 главу. И все они описывают праведность, истину и состояние верующего, желающего приблизиться к Богу. Все эти одежды льняные. Другими словами, все эти элементы должны быть одеты в праведность. Даже духовная ногота священника должна быть одета в праведность. Что такое духовная ногота? Мы также изучали, когда изучали 9 главу. Священник призван облечься, одеться в Слово Божие полностью, со всех сторон. Вся личность священника должна соответствовать всей истине закона Божьего. И 5 стих на сегодня последнее, что Господь повелевает в этом случае. Аарон. И вот общество сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение. И данные жертвы описывают Аарона, но таким образом описывается его отношение к народу и его роль в народе. Эта картина, она схожа на ту картину, когда собрание должна принести одного тельца в жертву за грех. Однако руки на голову этого тельца ставит старейшина собрания. Понимаете? Подобным образом и здесь. Этих двух козлов и этого овна. Это образ того же Аарона. Он должен представить себя таким образом и олицетворять себя с этими жертвами. Это очень важная истина, потому что через свое служение Господь Иисус исполнив все эти детали, описанные в этой главе. Но данное служение отражается и на других, которые одеваются, облачаются в Господа Христа, в Сына Божьего, или которые облачаются, или призваны иметь эту роль, как роль Аарона. Оба козла, и барам, как написано, от сынов Израилевых, со стороны сынов Израилевых, описывает Аарона и его отношение ко всему народу Израиля и его служение народу. Эти истины мы постараемся открыть с Божьей помощью, но уже в следующий раз, потому что сегодня мы не можем этого сделать по причине того, что время уже истекло. Небольшой только вывод к сегодняшнему тексту. Господь Иегову повелевает Аарону, то есть верующим, желающим одеться в образ Аарона, ни в коем случае не входить в святость Божью в любом состоянии, потому что могут умереть. Другими словами, вы можете одеться в образ Аарона, иметь этот образ, помазанным быть Господом и все же быть навсегда отвернутым от лица Господа Иегову. На Аароне лежит роль и ответственность приблизиться к Божьему престолу, чтобы открыть истину, а затем научить эту истину народу. Он первый открывает тайны Царства Божьего и должен заботиться о дворах Господних. Но данное приближение не должно иметь места в любое время и в любом состоянии, а Аарон должен иметь соответствующее духовное состояние, жить этим состоянием, чтобы иметь возможность приблизиться к Господу и не умереть. Все подробности, описанные в поведенных выше стихах, касаются Аарона, его духовного состояния перед Богом, его служения перед Господом, его роли в народе и его служения для народа. В следующий раз мы продолжим этот текст, чрезвычайно важный в служении Аарона, но до того времени будем молиться, чтобы Господь продолжил проявлять к нам благосклонность, чтобы открывать ту истину, но в то же самое время, чтобы мы оказались верными той истине, которую она открывает, потому что, понимаете, что при открытии истины есть и ответственность, что мы делаем с этой истиной.